Друзья, друзья, всем привет! Это Безумный Иван Сагиров и мой канал Мистер Кэт. И сегодня сразу несколько, сразу несколько секретов. Отдельное спасибо хочу сказать Ефиму Никитину, который подсказал, что вот этот вот кинжал... Сейчас, подождите. О да! Вот этот вот! Вот он! Вот он, кинжал, кровавый шип, оказывается невероятный, уникальный! Я-то думал, что просто это какой-то кинжал, который всего лишь навсего поглощает, поглощает душу. Но, ребята, обратите внимание, он сам мне сказал, А ты заметил, что он красный? Поглощение душ всегда синий, а он красный. Это значит, что? Это значит, что тут еще присутствует поглощение жизни. И это еще не все. Это еще не все. Оказывается, этот кинжал каким-то чудесным образом может забирать души так же у двеймерских механизмов. Как? Как, скажете вы? Вот, вот такой вот, казалось бы, просто кровавый шип. Если противник умирает в течение трех секунд, заполняет камень душ. Все, что о нем написано. Еще не, 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 не понятно такое вот название. Кровавый шип. Ну, в принципе, понятно. Ну, уникально. Давайте его затестим. Давайте его затестим. Кто не видел прошлые мои секреты, то это находится вот здесь. Лесной оплот. Если вы начнете с лесного оплота, вы закончите ведьмино гнездо. Ребят, едем, едем, едем дальше. Давайте сейчас отправимся в какие-то двеймерские руины. И это как раз-то все и проверим. Ну что, ребята. Ну что, мои дорогие, давайте проверим. Давайте проверим. Здесь, по идее, должны быть паучки. И проверим, захвачивает ли этот кинжал души у двеймерских механизмов. Ага, вот привет. Давай, двеймерский паук. Я справлюсь. Да, ребят! Да! Обалдеть! Обалдеть! Ну это явно какой-то баг, потому что Ну, у паука же нету душей! Нету! А с помощью этого кинжала вы сможете захватывать души у всех двеймерских существ! Обалдеть! Так. Ты где? По-моему, это сфера, да? Ну, сферу, наверное... Я не успею быстро уничтожить, но вы также должны быстро уничтожить. Да, зачарование уходит. Очень быстро разряжается. Душа захвачена. Оно даже было написано. Вау! 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 Офигеть! Офигеть, ребят! Вот это да! Вот это я понимаю, кинжальчик! Блин, ну как такое возможно? Можете найти какой-то простой кинжал. И на нем даже не будет написано, что он захвачивает души даже у двеймеров. Ну, насчет второго зачарования, что поглощение души, это просто, наверное, уникально у него такое вот красненькое зачарование, что оно может поглощать души у всех. Абсолютно у всех существ. А интересно, если его снять? Возможно вообще снять? И... Ну, если, наверное, с ними, что это будет просто стандартный захват душ. Вау, ребят! Если кто-то не сдал, ставьте лайки и поехали к следующему секрету. Ну что? Второй секрет и очень крутая вещь, которую вы можете приобрести, которую вы можете просто сами сделать, находится в Тельметрине. Это на острове Солдсхейм, вот на карте я вам покажу. Карта мира, Тельметрин. Здесь, если вы будете проходить несколько квестов, то вам откроется очень, очень любопытная комнатка. Вот он, это зачарователь посохов. Да, 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 казалось бы, посохи, знаете, ну, самое такое... ну, ненужное. Я не знаю. Я вот сколько играл, никогда, никогда не использовал посохи, потому что лучше кастовать эту магию самому. Если ты будешь сам кастовать, то этот навык будет качаться. А если посохом, то как бы нет. Но я многого не знал. Смотрите. Я просто обалдел. Так, нам сначала нужен... Не лот. Так, что мы будем на продажу? У него мы покупаем незачарованный посох разрушения. Давайте купим два. И что нам еще нужно? Так, нам нужно еще сердечные камни. Сердечные камни вы можете найти здесь недалеко. Сейчас с вами все покажу. Так, ребят, сердечных камней вы можете найти очень-очень много. Они везде разбросаны, то есть вы находите вот такие вот камни, залежи сердечных камней и добываете стандартным, стандартным способом. Нам нужны, я не знаю, штучки четыре. Да? Я думаю, что штучки четыре будет достаточно. И все. Нам нужен незачарованный посох и сердечные камни. Здесь, ребят, мы заходим. Но учтите, вы сможете создавать посохи только в том случае, если у вас будет разрушение прокачано до сорока. Запомните, запомните. Ладненько. Разное. И нам нужен, нам нужен, 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 нет, 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 нет. Морозного стены неплохо. Но нет, 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 нет. Так же не то. Вот. Посох цепных молний. Только посох цепных молний. За это мне тоже рассказал Ефим Никитин. Огромное тебе спасибо. Этот посох уникальный. Уникальный в своем роде. Ну, среди стандартных посохов. Я вам сейчас покажу, почему. Давайте создадим. один и второй. Как раз хватило. Я хочу взять. Взять эти вещи. Этот посох может спасти вам жизнь. А если два, то это будет вообще какое-то супер-мега комбо. Из посохов. И найдем какого-то противника. Так, ребят, ну что, давайте попробуем. Давайте попробуем пострелять с этих посохов. Если вы играете с напарником, то я не советую его использовать, потому что будет его дамажить, а он будет на вас обижаться. Ну что ж, давайте поставим сложность, наверное, на легенду, чтобы это было максимально эффективно. Ребят, эти посохи уникальны по сравнению с другими посохами. Почему? Ну вот почему, ребят. Вот почему. Иди сюда. Иди, иди. Огромное, огромное спасибо хочу сказать Ефиму Никитину, который рассказал мне за этот эффект. Ребят, они станет противника. Станет. Только эти посохи обладают таким эффектом. Это как перк, который срабатывает с двух рук у мага. Только это делает один посох. Вы представляете, как это невероятно круто. невероятно. Например, вы играете за мага. У вас закончилась манна, и вам нужно отдохнуть. Но на вас нападают. И тут вы доставите эти посохи и просто ждете. Просто по чуть-чуть дамажите этого противника, который находится в вечном стане. О да! Более эффекта, конечно, с двух. Вау! Вы только посмотрите. Легендарного разбойника просто в хлам. Вау! Куда-то он улетел далеко. Далеко. Это просто бомба! Почему я никогда не пользовался посохами? Да потому что я не знал. Не знал, не знал, не знал, но вау! Сколько не играю постоянно что-то новое, вы мне рассказываете. Огромное, огромное спасибо. Ну что, давайте еще один секретик, да? Поехали! Ну и еще один секрет вы можете найти в этой локации. Он такой, вот знаете, незаметный. Вы могли его пропустить, продать или просто-напросто выбросить. Но сейчас я вам расскажу, каким уникальным свойством он обладает. Вы его можете найти вот здесь. Локация называется Мшистая пещера. Мшистая. она недалеко как видите от Камня Леди. Вот это большое озеро, Камни Хранители и вот, вот сразу же. Давайте подойдем. Здесь будет небольшой квест. Вам нужно будет кое-кому помочь. Я не буду сейчас его проходить. Пройдите его сами. Так будет интересней. Так ребят, ну что? Ну что вы готовы? Смотрите что мы здесь получаем. Заходим в оружие и здесь у нас счастливый кинжал Вайдра. У него уникальная способность 25% вероятность критического удара. Скажите как-то ничего такого особенького. Урод слабенький, но вы не понимаете что его можно улучшить. Улучшить. Как я улучшаю свое оружие, броню и все на свете вы можете посмотреть ссылочкой внизу. Внизу там 40 минут я подробно пережевываю и рассказываю как все можно сделать. Ребят, смотрите, в одной руке у меня кровавый шип зачарованная вещь, в другой руке у меня счастливый кинжал Вайдра. Тоже как бы зачарованная вещь. Теперь я эти два кинжала беру в руки, захожу в крики и использую элементную ярость. Элементная ярость не работает, например, с бритвой. Элементная ярость не работает с зачарованным оружием, с призванным оружием, но с этим оружием. Оно работает, ребят! С этим оружием оно работает и просто наносит невероятный урон! Вы посмотрите! Ну, урон, конечно, будет зависеть, как вы прокачаете ваш клинок, но поверьте, если вы немножечко прокачаете и плюс дополнительный крит в 25, то крит будет просто вылетать со скоростью света! Просто со скоростью света, ребят! Ну, не забывайте, что вам нужно будет прокачать обязательность, вы хотите быстро так бить, вам нужно будет прокачать кое-какую ветку. Эта ветка находится одноручное оружие, вот, вот она сразу, это двойной вихрь, атаки с двух рук на 35% быстрее, и силовые атаки с двух рук наносят на 50% больше урона, но это можно не качать. Вот, двойной вихрь, это то, что нам нужно, потому что если вы совершаете силовую атаку, то он будет бить намного медленнее. Смотрите, давайте я вам подожду, используем крик, вот, а теперь смотрите, силовая, силовая, на силовой это не работает, так что лучше просто бить одной кнопочкой, и все, и все, давайте это все протестируем, так, ребят, ну что ж, вот у нас парочка великанов, и давайте использовать крик, не ругайся, подбегаем, крит, 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 ооо, великан, вау, главное не перебежать дальше немножечко, вау, ребят, ну, вы сами все видите, плюс вы это оружие можете улучшить, улучшить, и она будет просто носить невероятный дамаг, ну, без, без крика, конечно, не с такой скоростью, но, тем не менее, вот, 25 крита, и, наверное, он меня убьет, правильно сделает, вот так вот, вот так вот, да, ребят, вот такие вот секретики сегодня, всем огромнейшее спасибо, что смотрели, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, и вы увидите еще много, много разных секретов, также у меня есть плейлист с секретами, зайдите, зацените, я 100% уверен, что вы там очень многого не знали, удачи вам, это был канал Мистер Кэт, меня зовут Сагирон, всем пока, пока, Продолжение следует...